У нас 12 маршрут, люди спокойные у нас здесь. Поэтому у нас студенты, в основном ездят бабушки там, ну и люди, которые работают там. Так что, поэтому у нас все спокойно. В первый день весны красноярцы спокойно восприняли то, что они живут в новой экономической реальности. Теперь бумажной 100-рублевки уже не хватит на три поездки на автобусе, но все еще достаточно на две. С 1 марта 2023 года билет в красноярском автобусе стоит 36 рублей, в троллейбусе – 32. Наклейки в салон сделали заранее. Интриги о том, что проезд может и не повыситься, не было. По словам красноярцев, они понимают, что и кондукторам надо что-то есть, а предпринимателям покупать запчасти и топливо. Однако ехать в духоте и грязи, из дома и на работу не всегда приятно. Не всегда водители очень аккуратно ездят, так как часто на поворотах или просто очень резко тормозят, люди падают. Не особо приятно ездить. Есть хорошие, не спорю, особенно те, которые новые, да, они просторные, с кондиционерами, там, с печкой, если холодно зимой. А если старенькие, то не очень, да, то есть и грязь, и те же весной или осенью, когда лужи начинаются, тоже не совсем. Я считаю, это бессмысленное повышение, потому что ничего не меняется все равно. То есть автобусы как ходили, как попало, да, как мне ничего нового не произойдет. Пусть маленечко посмотрят за своими кондукторами и водительными, куда уходят эти деньги, которые платятся людьми в автобусе. Ну, 36 рублей, ладно, это еще не так сильно больно, как они изначально просили 56. Знаете, я уже к этому спокойно отношусь. Ну, повышаясь, значит, так надо. Что сделаешь? Кондукторы, они виновные продавцы, не виновные поездки. Нормально отношусь. Ну, а я считаю, что они умеренные, ценные надбавки, там, не в два-три раза. Ну, вот жизнь такая. Пересмотреть тарифы перевозчики просили зимой прошлого года. По словам самих предпринимателей, подорожание проезда нужно для выживания. Кратно поднялись стоимости шин, масел, топлива. Бизнесмены насчитали себе оптимальную цену проезда в плюс-минус 50 рублей. И с таким требованием отправились в Министерство тарифной политики. Там провели подсчеты и, ссылаясь на индекс потребительских цен 13,9%, повысили стоимость на 4 рубля. Министерством тарифной политики проведена экономическая экспертиза представленных перевозчиками документов. В результате произведенных расчетов с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации предельный тариф в городском сообщении увеличивается на 4 рубля с 1 марта 2023 года. Также на основании представленных документов от Краспригород предполагается пересмотр действующих предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В среднем произойдет повышение на индекс потребительских цен 2022 года в размере 13,9% с 1 марта 2023 года. О том, что 32 рубля с точки зрения экономики уже не норма, маршрутчики заговорили спустя всего 9 месяцев после прошлого поднятия цен. В феврале 2022 стоимость повысилась с 26 до 32 рублей. При этом в соседних Иркутске и Новосибирске проезд на автобусе стоит 30 рублей. Разница невелика, но местным хватает. Красноярские перевозчики объясняют разницу тем, что там предпринимателям доплачивают из бюджета за каждого пассажира. А в Красноярском крае такого подхода нет, поэтому, по мнению перевозчиков, платить за невнимательность властей должны красноярцы. Эти 4 рубля нивелируют только процент инфляции. За тот год она фактически в районе 11-12% по официальным данным, опубликованным федеральным правительством. Кроме субсидирования и погашения расходов по действующему расчетному тарифу, «Есть еще и участие коммерческих перевозчиков в получении по таким же льготным условиям подвижного состава. Ставки всевозможные, рефинансирование гасятся, банковских кредитов. За последние 34 года, это вот в рамках этих программ города и края, 2-3 перевозчика получили ставки рефинансирования. Все, все остальное нас нигде до этих программ не допускают». Тем, кто часто пользуется автобусом, эксперты советуют купить проездной. Его стоимость – 1800 рублей. Действует календарный месяц. Если пользоваться автобусом каждый день, два раза с понедельника по воскресенье, то выходит даже какая-то выгода. Дмитрий Шхузин, Виктор Васильев, Новости ТВК.